Сохранится ли предприятие «Алмаз Дортранс» в Ленске, как структурное подразделение компании «Алроса»? Об этом и о многом другом речь шла на итоговом хозактиве работников этой компании. Слово коллегам в Ленске. Через годы, через расстояния, на любой дороге, в стороне любой. Музыкальный номер приподнял настроение делегатов управленческого хозактива. И повод для этого был. Несмотря на непростой для «Алмаз Дортранса» год, все его структурные подразделения полностью справились со своими целевыми заданиями. Наряду с рационализаторством, в чем традиционно сильно управление, здесь активно внедрялись новые проекты. В 2016 году, согласно целевой программе акционерной компании «Алроса» по переводу автотранспорта на газомоторное топливо, произведено освоение инвестиций в размере 16 и 134 миллиона рублей. Закуплено оборудование и выполнены следующие работы и услуги. Автомобиль «КамАЗ» СССР на газовый, автомобиль «Вакуумный КО» 505 газовый, мобильный стенд для проверки газобаллонного оборудования. Произведена модернизация автотранспорта путем установки газобаллонного оборудования, переоборудование на автомобилях с бензиновыми двигателями в количестве 35 единиц. Произведено переоборудование и оснащение системы приточной и противодывной вентиляции стояночных блоков номер 1 и 2 Мюнинского участка Ленского АТП номер 1. Одна из основных мотиваций для работы в компании «Алроса» – социальная составляющая, которой могут позавидовать коллективы многих российских предприятий. Для Ленского района, на территории которого работают организации нефтегазовой отрасли, это актуально вдвойне. Вы все знаете, какие преимущественные льготы и компенсации по сравнению с остальными жителями нашего района имеют работники акционерной компании «Алроса». Я бы отметил несколько, которые улучшены по сравнению с существующим законодательством. Всего в нашем коллективном договоре 47 пунктов, которые улучшают удовольствие законодательства. То есть это дополнительные льготы для работников нашей компании. Алмазная компания успешно завершила 2016 год. Но повода для самоуспокоения нет. На протяжении последних лет ей приходится работать в непростых условиях. В ближайшие два года в отрасли прогнозируется снижение цены на алмазы. Еще одна сложность, к решению которой руководство «Алроса» подходит со всей ответственностью, это появление на рынке искусственных камней. В этой связи компания начала работу по данной проблеме. Ранее уже запущена программа разработки двух видов аппаратов, которые смогут очень качественно определить искусственный камень. На данный момент сообщество идет по пути внедрения сертификации. То, что сделано из искусственного камня, будет искусственным и не должно называться бриллиантом. В 2014 году цены на компанию зарегистрировала товарный знак «Алроса Альянс». Регистрация товарного знака позволяет клиентам позиционировать себя, как клиентов «Алроса», и гарантирует, что алмазное сырье, из которого изготовлены бриллианты, пришло из неконфликтных источников и имеет все сертификаты кемберлинского процесса. Но даже в таких непростых условиях «Алроса» не устраняется от социальных проектов. На протяжении ближайших пяти лет компания будет софинансировать асфальтирование городских дорог Линска, ежегодно выделяя 25 миллионов рублей. Эта новость бесспорно приободрила делегатов конференции «Алмаз-Дуртранса», но не сняла с повестки самый главный вопрос – сохранится ли управление как основное градообразующее предприятие в качестве структурного подразделения «Алроса». Как постановочный он был вынесен от коллектива «Алмаз-Дуртранса» на конференцию хозяйственного актива «Алроса». Алла Авдеева, Сергей Борисов, Руслан Гирилов, телеканал «Алмазный край». Продолжение следует...